Сегодня у нас 16 января 2019 год, а тут мы приехали с братом Игорем Дубуновым. Вот его машина, вот его собачки сидят, это у него карамелька, это у него все время Джесси, забывай ее все время. Вот приехали на склад, здесь мы взяли Библию. Сектанты только потому, что у вас нет священства, только поэтому, а не потому, что еще Библию читаете. Вот наше самое хорошее хранилище, самого лучшего на земле Слово Божие. Слава Господу за сотрудничество с нашими братьями. Вот такие синодальные Библии. Все это мы раздаем бесплатно, как Бог завещал. В подарок братьям и сестрам нашим. Большого формата вот такие. Это синодальный перевод. Это печатается на пожертвования христиан со всего мира, и поэтому хочется им знать, куда это распространяется и как работает Слово Божие. Поэтому благословит Господь эту литературу замечательную, и пусть люди спасаются от ада. Это я ходил один раз в поезде, еще на Урале, когда был, проповедовал по вагонам, я тоже проповедь сказал, я один такой тянет, мне мужчина, деньги, возьми. Я говорю, нет, даром дано, даром отдавайте. Он только удивился, православные же берут где-то обычно. Вон, местописание тоже у людей есть. Кто слушает слова мои, исполняет их. Подоблю человеку божеразумно. Вот видите, как, откуда все пришло. И у нас тоже в храме. У нас в храме местописание. Иконы, местописание. Икона, местописание. А потом, когда выходишь, там у нас отдельно трапезная, у нас, допустим, вы зашли, у вас одно помещение, и вы там же и молитесь, и там же можете проводить собрание, и все. А у нас отдельно, то есть, если мы молимся, там освященное место для молитвы, как в храме Соломона было. А потом вышли уже в притвор, там собрание, и вот у нас такой притвор есть. И вот у нас там уже этих местописания уже десятками. Все. А в храме, ну так, дозировано. Чтобы православные не упали в обморок, когда увидят. Особенно освященники у нас бывают. Главное, чтобы в сердце было, да, библейское основание в сердцах наших. Митрополит. Какой говорит, на наших сердцах все это учитывало. Ну, конечно. Поэтому вот это важно, чтобы люди впитывали и свою жизнь воплощали. Это вчера вот рассказывали другим. С одним верующим беседовал, Алексей его зовут, он тоже говорит, тут рассуждали насчет этого, если вдруг в тюрьму вот так начнут гонение, в тюрьму садить. А я все время думал, как это сделать, что вроде, может, какую-нибудь майку там с надписями произнести там. Ну, думаю, все равно же переоденут или разденут. Думаю, только сюда, в голове. Да, только что в голову вкладывал. То есть за это надо заучивать. Так, благодаря таким людям Иисус на земле есть. Завещание Ленина, фильм такой про Варлама Шаламова, писателя, который о ГУЛАГе писал. И он попал туда, и там пастырь был, мютиратский. И он забыл 12 апостолов. Павла помнит, и забыл Варфоломея совсем. А тот читал, Слово Боже, у него, потому что отец был, Варлама Шаламова, отец был священник. И он читал Писание, и он, ну давай перечислять, начал с ним вместе перечислять. Он говорит, а как же Варфоломеус? Варфоломеус! А, забыл Варфоломеуса! А сколько вы, говорит, уже здесь? Я, говорит, уже 12 лет в лагере. Представляете, 12 лет. И Слово Божие не видеть ничего. И вот он постоянно повторяет имена, и, ну, в конечном итоге выпало, и он забыл. Священник забыл. Ну, понятно, от чего забыл. Не от того, что он не помнил. Выбили, да? Да, конечно, там такая работа еще, там, просто, как будто ты не спал. Если у нас во время войны 16-часовый рабочий день для детей был, на заводах, здесь, в тылу, о чем говорить в лагере? А если Колыма еще, минус 60 градусов, и все? А оно минус 60 может месяцами длиться. Там, я там был. Так, память. Помоги, Господи. Ну, с Богом. С Богом. Подождите, подождите, я вам Новый Завет еще не вызвала. А, мы все уже, как бы, съемку-то. А, вы про это? Да, про это. Хорошо, благословит Господь вас. Все, помоги, Господи. С Богом, еще вам тоже, спасти души свои. Слава.